привет друзья сегодня у нас очень необычный гость в гостях это стефан деле диэс чем не обычный парень мужчина человек который знаком непосредственно с виктором николаевичем силуянова и многие думают сомневаются что учение виктора николаевича знают где-нибудь за рубежом сам стефан он был учился да как я понимаю у виктора николаевича виктор николаевич был твоим научным руководителем также стефан у нас является профессором кайзеровского университета во флориде это очень серьезное учреждение помимо всего этого он консультант ufc я думаю люди понимают насколько это серьезно и что интересно ты входил в команду топ тренеров до 2008 по 2016 год на да это было у в лиге боёв тоже да american top team понял и что самое интересное стефан у нас не просто профессор теоретик он еще и практик и спортсмен он является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу я думаю тоже не нужно объяснять что это такое и у тебя синий пояс по муай-тай даже да так в чем сегодня мы будем пытаться разобраться очень много вопросов связано с тем что виктор николаевич привнес в это информационное поле понятие окислительных гликолитических промежуточных мышечных волокон и в мозгах людей в моем том числе нет совсем четкой структуры что мы знали до этого мы знали что существует классификация медленных мышечных волокон и быстрых мышечных волокон но если глубоко копать то мы видим что медленное мышечное волокно не равно окислительное мышечное волокно как могло показаться да на первый взгляд и я правильно понимаю что быстрые мышечные волокна это тоже не обязательно гликолитические мышечные волокна конечно пожалуйста здрасте всем это всегда рад там будет и участвовать на это как класс я работаю в инверситете просто чуть-чуть чтобы вы начинали я сам из бразилии и учился уже бакалавр в бразилии четыре года потом ехал в бразилии встречу с силуяновым это николаевич был моим руководителем в магистринской программе три года еще десять лет на пхд а что это пхд поясни нам а понял для кандидата наук под его руководством ты написал свои книги да и вот а уже первый книг первый проект в 2005 году я перевел один из его книг по футболу но затем не только как играть в футбол но все практически все физическая подготовка все а там после этого мы были на конгрессе мы были в бразилии три раза один пятьсот человек на семинар большой зал очень большой и все это смотрели на нас потому что в будущем что было очень сложно понять я знаю что ты недавно приезжал по приглашению опять-таки кафедры виктора николаевича и с 12-часовой лекции читал в москве да и читал и читал семинар уже под свой день потому что после этого я закончил москве я в бразилию работал чемпионом бразилии по профессиональному боксу и сделал приготовил несколько чемпионов по микс-тайд чемпиона по все это наука который я в россии научил я начал прикладывать в практику это было очень хорошо поэтому там когда ты понимаешь оптион и вкладывать практику и тогда супер это супер да потому что это очень хорошо и затем 2006 год была связь и пригласили меня в работу в сша а уже в 2008 году я уже работал в америка топ-тим два года подряд сами клуб в мире микс-тайд там работали несколько спортсменов антонио силу очень много там высоких спортсменов мой партнер работы с амандо нонис она чемпионка который был роддорал да да известно и все и там большой опыт а это уже было в россии поговорить о новых и там уже вместе виталий рыбаков артем они работают лабораторию вот нам интересно именно поговорить пообщаться с точки зрения роста мышц ведь да вот по силу я нову насколько я помню слушая его лекции мы можем воздействовать гиперплазии да только на миофибрилы и на митохондрии правильно это право вот что что чтобы люди понимают что такое гипертрофия гипертрофия это когда мышец увеличивают размер для того чтобы мышец увеличивать размер внутри этой мышец в ней фибрилы должен происходить гиперплазия количество мышц они увеличиваются а это очень часто возникает в выстребующих волоках а у сэрвеновая методика которую он сделал создан и может даже вы окислитыми мышцами волоках тип 1 выше тип 1 поэтому надо понимать что такое тип 2 и тип 1 да все правильно извини а скажи стефан не грамотнее будет или неграмотнее а не проще будет для спортсмена для бодибилдера все-таки классификация на высокопороговые и на низкопороговые мышечные волокна насколько извини да насколько глубоко вот нужно понимать все-таки спортсмену все вот эти классификации на окислительные гликолитические на медленные быстрые ведь насколько я знаю и медленные и быстрые они ну где это классификация по скорости сокращения но она ведь мизерная разница там окей но тогда что чтобы более конкретно потом вы будете вкладывать слайд чтобы люди вводят как я говорю да есть классификация в общем люди типа 1 это замедленно слоу твич типа 2 2а это промежуточная и 2b 2x ну а как вы думаете что какие сокращения идем в народу берем человек какие сокращения у них будет медленные и быстрые как вы думаете по проценту но это наверно зависит от интенсивности не просто берем людей любой от народа как вы думаете что процент медленные и быстрые как будет у обычных людей у обычных людей но наверное все таки будут преобладать быстрые это зависит по 50 на 50 да 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 это сложно сложный анализ конечно а вот тогда если у обычного народа половина это медленная половина это быстрые сокращения тогда вы должны знать если люди приходят без каких-то опыта какие-то опыт и тогда обычно не так а если мы не узнаем точно точно только через биопсию а есть другие методы которые могли узнать а как ты думаешь как будет метод чтобы чтобы узнать ну насколько я знаю уже лет 20 такой метод практикуется берешь к примеру 75 процентов 80 процентов от разового максимума и заставляешь человека выполнить определенное количество повторений большее количество в тренинг будет говорить что преобладает в мышцы медленных а если меньше то быстрых правильно да вот и есть разные действия это один из способов это совсем правда что мы могли делать в нашем нашем области мы могли сделать например если два спортсмена они и то и другое весит например 100 килограммов давайте поговорим по русски на 100 килограммов да 100 килограммов человек а и человек б тоже 100 килограммов другой человек что делать поставим 100 килограммов штанга на спине например и сделаем чтобы он приседал а если они то и другое есть имеют тот же самый уровень тренировки допустим они тренировались людей уже несколько месяцев обычно этот человек если все это тоже программа не по нашему программе пока обычно тот же самый опыт обычно кто сделает большее количество повторений это имеет большее количество окислитов да все правильно они могут сделать больше повторений а можно сделать другую пистину тоже сам спортсмен айдм айдм и уже сделана максимума один повторений максимум один арен но это только для ног будет для мышц ног только это примерно могли сделать все группы мышц ну да не я имею в виду приседания покажет только в мышцах ног вот-вот-вот если приседали сделаем тогда только для ног а тогда для тела для че будет прямая мышца тогда сделаем то же самое жемлёжа обычно не поставим 100 килограммов в жемлёжа но мы могли это сделать могли тоже поставить 100 килограммов и сделать сколько повторений если человек получается примерно обычно на каждый килограмм чтобы если он весит 100 килограмм если я сделал как с опытом со спортсменом больше 20 повторений это означает что хороший опыт уже готов на нас да но если они не тренированы а больше человек будет примерно 10-15 а если человек сделать 10-15 а человек сделать 20 а без тренировки они тоже сами тренировались в месяц это означает что большее количество ну да хорошо а что нам это дает вот мы узнали что у одного столько у другого столько это значит что людям нужно по-разному тренироваться или все-таки нужно тренировать и те и те мычные волокна да это это начало что из 2 то 2 выводы мы могли сделать первое если они тренируются вместе допустим человек А сделал 200 килограммов один раз и человек Б тоже 200 килограммов один раз это означает что максимальная сила у них однако да но если человек А сделать только 10 раз и 100 килограммов а Б 15 раз и 100 килограммов а это означает что он может быть большее количество акислительных мышечных волокон либо эти мышечные они не тренированы не тренированы поэтому мы могли сделать воздействие чтобы влиять на эти мышцы и эти мышцы будут растут и они будут имеют ключ и уровень подготовленности мы могли тренировать эти мышцы это конечно ну а вот с точки зрения давай возьмем все-таки бодибилдинга чтобы росли те же мышцы ног вот есть миофибрилы да миофибрилы есть как в окислительном волокне так и в гликолитическом да а скажи тогда вот два типа тренинга как увеличивать количество миофибрил в гликолитическом и как увеличивать количество миофибрил в окислительном вот практика Ты мне пришлёшь, Дали, и мы покажем нашим зрителям. Это слайд говорит о том, что это несколько исследований проведение. Поэтому я хотел бы, чтобы люди поняли сначала. Давай сделать чуть полегче, чтобы математика была легкой. Давай представляешь, я могу сделать только 100 кг. Один раз лежа, 20 раз. Один раз 100 кг. Это сначально, если я поставлю 100 кг. Если ты должен сделать один раз, это моя максимальная повтор. Один арен. Правильно? Да. У обычных людей, давай снова поговорим. Если у обычных людей, по общим они будут сколько процентов минус сколько процентов быстро? Но мы поняли, что где-то 50 на 50, да? 50-50, обычно где. Мы не знаем пока. Да. Это означает, если я поставлю 50-50 кг, каким группу мышц буду работать? Какие? Окислительные или промежуточные? Ой, окислительные или гликолитические? Да. Да. Я думаю, что, судя по тому, что я слушал от Силуянова, это будут работать окислительные волокна. То, как излительные. Да. Это не просто по себе, о, в этом слайде я хочу добавить. Это просто офигенно. Потому что есть порог по рекрутируемым, есть закон рекрутируемым. И вот вы будете там посмотреть, что есть структура вовлечения для работы. Медленно сокращающие и быстро сокращающие мышц на волокна. И тогда, это, конечно, зависит чуть-чуть от генетики. Но, в общем, если человек имеет 50% медленно и 50% быстро, тогда, если поставим только половину от его максимума, поэтому важно тестировать люди. Тестировать. А, 100 кг. Поставим 50, это только от излительного года работы. Да. А если поставим 100%, какие группы мышц будут работать? Ну, понятное дело, что будут работать гликолитические. Теперь не только гликолитические. Думаю об этом, поэтому на слайде хочу показать. А все... Все, все. А, ну да, будут работать все. Но для гипертрофии, ведь одного повторения мало, значит, наверное, нужно будет поставить 80%, да? Конечно. Но затем вот, это рекрутируемым. Да. Мы должны понимать, чтобы рекрутировать. Чтобы привлечь к работе максимально возможное количество волокон, как гликолитических, так и окислительных, правильно? Да. Смотри. Чтобы они, чтобы какие группы, любое возникло действие, мы должны, чтобы эти мышцы были при работе. Привлечены к работе, да? Это означает. У меня 50%. У меня 50%. У меня 50% быстро. Чтобы я хочу, чтобы все работали, я должен сделать до максимума веса. И тогда все будут работать. Но затем, если я поставлю 100 кг, это только одно повторение. Правда? Да. Это означает, что воздействия не будут, чтобы чуть-чуть увеличивать максимальную силу. Но затем 4 фактора. Я хочу тоже это показать. А селуенов сделал очень четко. Аминокислоты, да? Гормоны. Ты про это говоришь? Да, 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 да. И поэтому думаем больше. А 4 фактора. 3 фактора зависит именно от тренировки. Первый фактор, ты сказал? Аминокислоты. Белки. Это четвертый фактор, который не обтренирует. А. Первые гормоны. Гормоны. Это правда. Все, все. Все знаешь. Но затем понимать. Это 4 фактора, да? 3. Чисто тренировки. 1. Это питание. Питание. Это кубинец. Аминокислоты. Если ты не принимаешь протеина, мущец не буду создавать. Именно животные белки надо подчеркнуть, да? Именно животные. Почему животные? Полноценные, потому что они, да? Потому что они комплексные. Да. Полноценные. Тогда 4 фактора. Аминокислоты. 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 Да. Питание. Надо гормоны выделять. А как выделяем гормоны? Стрессовым упражнением. Стрессом надо сделать. Сделаем стресс. А как сделаем стресс? Если делаем одно повторное, только один. И стресс получаем, да, но стресс короткий. Очень короткий. Поэтому что вы должны сделать? Складываем вес чуть-чуть. Допустим, 80 процентов. Да, да. Даже до 75 процентов. И сделать несколько повторений. И тогда человек будет... И стресс будет больше. Время под нагрузкой, да? Важно здесь. Время под нагрузкой, да? Вот, вот, вот. Тайм андертеншн. Да, да. Время под нагрузкой. Это самое главное. Это деталь. Я уже разговаривал. 50 лет назад. Да. А теперь, если дойдешь в самый журнал Journal of Strength and Conditioning, все говорят об этом сейчас. Это было очень хорошее. Тайм андертеншн. Время под нагрузкой. А тогда как ты сделаешь это? Надо вес чуть-чуть снизить. И сделать, чтобы он сделал больше повторений. Больше повторений. А самое главное. Да? Отказа. Та уже не будет до отказа. Но вот здесь возникает вопрос. Силуянов ведь имел в виду до отказа это не то, что тебя задавят штангой. А то, что вот, ну, именно мышцу довести до состояния, что она не сможет работать. Да. Это немножко разные вещи. Вот, вот, вот. Поэтому люди в телефоне как нам сказали. Допустим, я сделал три. Я сделал жемлёж. Я сделал два. Я сделал несколько. Да. Я хочу, чтобы было в районе где-то 8 до 12 повторений. А самое главное, чтобы моя программа была, чтобы я сделал 10, например. 10 повторений всего. Если я сделал 10, легко, это означает, что недостаточно. Надо, чтобы последние два повторений было с трудом, даже с помощью. С помощью. Человек помогает мне, партнёр помогает мне. Потому что тогда и стресс возбуждают, и все гармонии влияют. Поэтому любое упражнение, любое количество повторений, но самые два последних должны быть с стрессом. С помощью. Да. Поэтому если ты сделал просто 8, сами два должны быть, когда тебе больше, сделать сам по себе. Только с помощью партнёра. Окей? Это очень важно здесь. Тогда получаем два фактора. Третий. Это, есть и другой слайд, который поймёт попозже. Это означает, сначала у нас АТФ, а потом идёт креатинфосфат. АТФ длится где-то 2-3 секунды. Быстро очень. А потом креатинфосфат, АТФ плюс креатинфосфат, ещё 10-15 секунд. Угу. Если ты сделал очень быстро, только 4 повторения, например. Это не время... Для креатинфосфата не успеет, да, просто выберется? Не успеет тратить все это креатинфосфат. Поэтому нужно быть чуть-чуть побольше, где-то 8 повторений, 10 повторений, чтобы тратить весь этот креатинфосфат. АТФ креатинфосфат. И тогда идёт свободный креатин. А это уже давно Николай Иванович Волков, русский научный учёный, и он показывал. Поэтому люди принимают креатин. А это помогает? Я вот хотел тебя спросить. Креатин принимать помогает? Ну, это я хочу сделать новый креатинфосфат. Следующий раз. Не только по креатинфосфатам, но и по чему. Отлично. Сделаем в прямом эфире тогда уже. Нормально, нормально, да. С людям нужно задавать вопросы. И тогда получают аминокислоты, гармонию, свободный креатинфосфат. А четвёртый, последний самый важный. Это идёт нового рода. Должен быть оптимальное закисление мышц. Если закисление идёт, тогда все эти процессы ГНК, они работают быстрее. Если нет, мышц не чувствуют, что нужно адаптироваться. А вот Силуянов, я помню, говорил, что можно, ионы водорода должны быть, но должно быть оптимальное. Он подчёркивал. А как вот сделать, как понять, что ты не переборщил? Оп. Оп. Вот. А как оптимально это сделать? Это надо знать. Поэтому я слайд поставил, чтобы вы поняли. И там слайд. Это означает что? Если ты работал на развитие, это означает очень тяжело. Но отдых должен быть большой. Между упражнением или между тренировками? Между упражнениями. Между упражнениями. На одну мышечную группу, да? Да. Мы говорим только о гликолитическом. Только о гликолитическом. Только о гликолитическом. Вот. А если обе большой, тогда что означает? У нас есть все эти четыре факторы. Идёт АТФ, креатин-посфат. Идёт гликолит. Гликолит. Без фислорода. И тогда получаешь ионово-дорожное выпиливание. Но концентрация не очень высокая. Если ты сделал суперсет, 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 с большими весами, тогда записывание будет очень сильное. Да. Это не означает, что сто процентов неправильно. Но затем в следующий день человек будет плохо себя чувствовать. Плохо. Поэтому мы не хотим. А тогда что делать надо? Опер пять минут после максимальной серии. И что делать? А просто сидеть и ждать. Другую мышцу тренировать, да? Конечно. Нет. Если нет, то будет целый день в клубах. Ну, в принципе, мы бы хотели, но за тем, что надо клиент получить. У нас новый клиент, элекции. Поэтому не оптимально. Что делать? Например, человек работает грудь, честь. А может качать бисерс, например. А может качать бисерс. Надо какие-то группы мышц, которые не воздействовали на упражнения. Поэтому иногда люди работают, например. Грудь, спина, да? И спина, и бисерс. Это неправильно, да? Потому что бисерс работает. Это очень хорошее замечание, да. Да. Поэтому, например, если делать грудной мышцы... Нельзя трицепсы делать. Не на трицепс. Иногда люди работают на тридцать. А тогда тридцать не восстанавливать. А надо помогать грудной мышцам. Поэтому вес не увеличивает. Не получает. Да. А если это сделать, чтобы мы поняли объем, да? Что такое объем? Это количество, которое мы будем делать. От повторений, от подходов. Плюс вес. Плюс вес. Чтобы было легко. Чтобы люди поняли. Сделаем два подхода. По десять повторений. Сто килогромов. Это получает два... По десять. С тем, это двадцать. Да? Двадцать times сто. Это получает сколько? Ты про вес говоришь? Да. Т其实 двадцать утра. Десять times умножено на сто. Это получается сколько? Десять умножить на сто? Десять умножить на то. Четыреста две... Получается двадцать joking. Ну десять тысяч получается. Получается... Калкулятор ясный? Да, конечно. Ту-тури два, два arabica. подожди что надо умножить я просто не совсем понимаю сейчас что умножать какую сумму 2 это что 2 умножаем на 10 это 20 умножить на 100 это две тысячи одного упражнения 2000 килограмм а теперь например другое упражнение а для чего это считать объем этого упражнения адаптироваться будет я бы тренировал на самом деле как я тренируюсь я стараюсь тренировать на одной неделе гликолитические волокна а на другой неделе стараюсь тренировать окислительные опять понял а еще вопрос люди не поймут вот два подхода 100 килограмм по 10 раз вот между каждым этим подходом пять минут понял если максимальная для тебя было делаешь бицепс или голени да а какой у тебя тогда должен быть стефан скажи какой минимальный период отдыха между вот грудью и бицепсом и бицепсом и бицепсом и прессом минута должен быть до динамометра меньше сигнал утомляться начинает а мне говорили люди что центральная нервная система не утомляется это неправильно значит я все-таки прав это это конечно не утверждается это конечно я утомляю это, сейчас просто я могу проверить берет человек здесь если нет утомряет берет человек дели что чтобы он сделал один по 100 максимум и повторит сто раз он не будет даже если он отдыхает минут пять он не будет повторить то же самое Потому что центральная ливная система не будет отправлять сигнал. Даже Джорн Аустральский Контеншин рекомендует, если тестируют, чтобы ты максимум вес поднял на третий подков. Не больше тысячи. Если больше тысячи уже потеряет силу. Когда тестируют люди. Это тоже важно. Это идет с этим, который я только что разговаривал. То есть получается, к примеру, если ты делаешь 100 килограмм 10 раз, то делаешь еще раз 10 раз, а третий раз ты не можешь больше пяти сделать? Не, не, больше. Потому что это 10, это примерно 70% от максимума. Когда я говорю только одну, это очень управляет. Поэтому мы и сделали. Но затем надо считать все это, как мы сделали, объем. Каждое упражнение. Например, обученный тренировок. Делаем три упражнения для других. И три упражнения для 10, например. И три упражнения для пресса. Это получается сколько? Девять упражнений. Это целый тренировок. И считаем все количество вес, подбогу, все это. И будем объем, общий объем понимать. А затем что делать? На следующей неделе, или через 2-3 дня, когда я сделаю эту группу мышц снова, только глиполитическую форму. Что сделать? Увеличиваем либо вес, либо количество повторений. Надо как думать, да? Обычно, мы же количество повторений, и вес пока. Сначала объем чуть-чуть. Да, да. Объем объем, максимума, это закон, максимума три недели, где больше четыре недели подряд. Это постепенно. Если сделано, например, два подгода в первой неделе, можно три подгода на следующей неделе, а четыре подгода на третьей неделе. А после этого надо снизить чуть-чуть. Если снизить снизу, а тогда может уже перетренировать и начинать этот... Перетренированность. Перетренировка. Овртренировка. Да. Если больше четыре недели подряд. Это, друзья, мы все говорим о гликолитическом мышечном волокне, чтобы вы понимали. А смотри, гликолитическое мышечное волокно, ведь в нем тоже присутствует какое-то количество митохондрий, правильно? Все равно они там есть. Да, идет митохондрий, да. Но я читал исследование, что именно вот такой тренинг, приближенный к высокопороговым, рекрутированием высокопороговых мышечных волокон, он приводит к тому, что митохондрии исчезают там в гликолитическом волокне, понижаются. Вот. А проблема в том, если сделан так, как Сулуонов говорил, как я рассказывал, это примерно оптимальное сочетение между увеличением мышеч, а не в углевании метафондрий. А человек может хорошо чувствовать. И это можно использовать и в бодибилдинг, и в стресс-кондишнинг, а как в любой спорте. Да. И если ты начинаешь сокращать, уменьшить этот интервал отдыха, отдых между подходом, что получаешь? Гонова дорога увеличивает очень сильно. Я это сделал даже в исследовании, которое я сделал для магистры в терапорте. Сделал 5 подходов приседаний на отказах, и концентрации увеличивают лактат, потому что смиряли лактат, но на самом деле плохой это емого народа. Да. Но лактат смиряется с прибором, не легче. Не надо в лабораторике. И увеличивают концентрации. Обычная концентрация и покой это 0,8 миллимол на литр. 0,8. Сейчас мы идти, например. Аэробный порог это 2 миллимол на литр. Когда 4 миллимол на литр, это уже аэробный порог. Аэробный порог. Вот. Только 5 подходов я сделал отказ, но вес был маленький. Была половина от максимума вес человека. Но это уже не гликолитические же волокна тогда? Сейчас, сейчас, сейчас. И достигли и достигли концентрации лактата до 15 миллимол на литр. Ничего себе, это же очень много. Видишь? Потому что сделано отказа. И поэтому тоже я сделал с изотом. Поэтому следующий раз, когда я сделал, говорим именно об окислитель. Можно разведить этот класс урок на 2. Сначала говорили об эмиколитическом. Да? И следующее видео будет окислитель. Я почему затронул тему именно митохондрии, потому что мы вот вначале с тобой, вспоминая Силуянова, пришли к выводу, что есть митохондрии, есть миофибрилы. И с этой точки зрения можно воздействовать только на 2 этих объекта. Но можно воздействовать как на гликолитические, так и на окислительные мышечные волокна. Значит, получается, что в теории должно быть 4 разных вида тренировок. 2 для митохондрий и 2 для миофибрил. Правильно или нет? Подожди. А теперь это все правильно. Но затем мы должны в какой смысл, в какой цель если спортсмен, например, как миксфальд, как я тренировал, тогда я сделал тренировку для окислительных мышечных волокн, сделал тренировку для великолючих мышечных волокн и для митохондрии. Тогда получается 3 вида тренировок. А если человек только бодибилдинг например, ему немного митохондрии не надо. Не надо? А как же быть? Извини, Стефан, перебью тебя. Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях очень грамотный человек, профессор Кайзерского университета Стефан Диас. И вопрос такой, ведь митохондрии это по сути станции энергетические. Правильно? А мы знаем, что процесс увеличения миофибрил это очень энергозатратный процесс. Так не логически из этого и по-моему я даже встречал где-то исследование, что чем больше у тебя будет митохондрий, тем более энергетическое обеспечение ты будешь для роста скелетных мышц. для выносливости ты имеешь ввиду, да? чтобы обеспечивать энергию лучше, да? Чтобы обеспечивать энергию. Но все равно как Силуонов сделал и по нашей программе он все равно не то он уже будет достаточно. Потому что есть теория симурфоза называется. Я не слышал, что это? Когда мышец увеличивает количество миофибрил, а этот организм сам по себе сначала подумал, подумал, я должен работать этим мышцем, чтобы эти мышцы не умерли, они должны митохондрии и митохондрии создаются. Поэтому тоже изолтон даже без кардио и это мы провели наоборот. Когда сделаем изолтон даже без кардио выносливость увеличивается. Да. что мощь колитет миофибрил, а это новые митохондрии. А уже новые. То есть сама по себе гипертрофия миофибрил способствует увеличению выносливости. Все. Да. Понял. И сделаем много закисления. Да, да. И сделаем сама по себе и это мы доказывали. Дальше слайд я покажу потом. Есть и как потестировать и делать аэробы не порой аэробы не порой. Человек просто с гантелями его увеличивает, тестирует на трейбон, на эрбон, на эрбон для руки и показывает, что вы увидели за чего. Потому что мышц становятся больше, гипертрофии, новые внутри клетки, они гиперплазии, новые гиперплазии. А это теория симур тоже означает, что для того, чтобы мышцы не умерли, новые клетки, новые миоплементы создаются, митофандры тоже появляются. Понятно. Понятно. Давай тогда резюмируем, что мы с тобой сегодня выяснили. Для бодибилдера правильно тренировать гликолитические мышечные волокна, чтобы миофибрилы увеличивались, чтобы количество миофибрил увеличивалось, необходимо делать следующее. Во-первых, минимум вес от разного максимума должен быть 75-80% не меньше. Потом, исходя из того количества повторений, которое ты дал, я так понимаю, что должно быть время под нагрузкой где-то 20 секунд. Не больше. Даже больше? 20 секунд это минимум. 20 секунд это минимум. Минимум. Но самое главное, чтобы было от 20 до 40 секунд. 20 это минимум. Если дело меньше, то означает. люди, которые идут в клубах, они не знают, что делать. Они смотрят на вас, например, большой, и они хотят скопировать ваш тренировок. И они делают 3 повторения, 2 повторения на за 5 секунд. Да, 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 да. И это даже сделать 10 повторений за 15 секунд. Но это означает, что только АТФ тратить и чуть-чуть кресим поспать. А не гликолиза, не идёт на гликолиза пока, поэтому идёт все эти 4 факта. Ну вот смотри, Стефан, скажу по своему опыту. Если я, я так тренируюсь, пробую делать подход на 40 секунд даже с 75 процентов от своего разового максимума, для меня это катастрофа. Я не всегда доживаю до 40 секунд. Я не могу вытерпеть. Стараться нужно, да? Да. помогали. Понятно. Следующий значит фактор. Сделал я вот такой подход. И если я хочу сделать ещё один такой подход, то мне нужно как минимум 5 минут отдохнуть. Но в это время я могу покачать другую мышцу, к примеру, которая не участвовала в работе. Тоже. Антагонисты мышцы должны быть. Нельзя как люди делать грудь и трицепс. Спина и бицепс нельзя. Грудь и плечи нельзя. Нельзя. Надо, 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 можно, например, сделать плечи и ноги. Да. Можно даже галень, знаешь, это голень, да. А скажи, но ведь у дельты три пучка. Можно же, к примеру, если я делал грудь, я могу поработать над задним пучком. Это можно. Понял. Не передний пучок, не жимы. Да, да, да. В общем, мышцы, которые помогали в основном движении, не должны следующим упражнением прокачиваться. Ни в коем случае. Потому что будет как раз таки то, о чем мы говорили, перетренированность и волокна даже будут разрушаться. Пока тренировка не будет. Не будет. Тренировка это не страшно. Затем что происходит. А тогда АТФ критинку спад не полный рецидивизировал. Это означает следующий повтор. Я не буду тот же самый вес сделать. Не сможешь просто. Либо уменьшить количество повторений, либо уменьшить вес. Это не хорошо. Не хочу это сделать. Стресс будет меньше. Помните? Меньше повторений. Меньше стресс. И стресс меньше гормонов. Отлично. Стефан, а еще вот такой вопрос. Ведь мышечные группы они разные. К примеру, если взять ягодицы, ноги, это спина крупной мышцы. А бицепс, трицепс, дельта это малые мышцы. Вот исходя из этого, должно на малые мышцы быть меньше таких рабочих подходов, чем на крупные или нет? В принципе, что мы могли сделать? Мы могли сделать то же самое, но затем, когда группу мышц, больше вагентов, больше упражнений, которыми могли это сделать. Например, для чест, а максимум, который все вы скажете, чтобы развивающие тренировки, могли дать 10 подходов максимально. 10 развивающих подходов? 10 развивающих. Ну, я честно тебе скажу, вот, лично я сдохну, даже с 25 стажем лет, я такое не вынесу. Не-не-не, я имею ввиду села тренировка. А! Примерно ты сделал три упражнения, да, ты сделал прямо, вверх и вниз. Три на каждой, но уже 10. Понял, Если ты хочешь сделать просто прямо, только землёжа, можно даже идти на землёжа, но только одно тогда. Три упражнения весят каждой, это уже минус. Понимаете? Если ты не меняешь уголь, не меняешь уголь упражнения, можно дать 10 подгробов в этот уголь. Но это, наверное, только для опытных спортсменов, да, всё-таки? Если вот, ребята, вы слушаете, вы новичок или ходите год-два, то я думаю, что вам 3-4, наверное, таких будет достаточно. Даже визлайк будет. Тонизируешь, начали называть, тонизируешь. Одно до трёх тонизируешь. А развиваешь 4 подгроба надо иметь для каждой мышцы, каждой мышцы. Если сделать 3 упражнения, тогда уже 9, это уже развивание. Понял. Тонизируешь только 1, раз в неделю. Тонизируешь. А количество, сейчас, сейчас, отвечу. Если ты сделал большой объём, максимум объём, и, повторить, все на максимум. Надо отдыхать сколько дней? На эту же мышечную группу? Да. Ну, как говорил Силуянов, вроде бы 14-15 суток. Да. Обычно, как чтобы, целая неделя. Неделю. Если ты сделал, например, грудь в понедельник, только грудь снова через неделю, понедельник, следующий понедельник, целая неделя. А это не просто Силуянов, это есть знания и изучали об этом. Синтез протеин длится до 10 дней. До 10 суток, да? Ещё идёт синтез протеин. Но он замедляется с каждым разом, да, всё равно? Конечно, уменьшается. Поэтому, примерно, в неделю, если развиваешь достаточно, понедельник очень сильно будет мышечна. Тогда целая неделя. А насколько, с точки зрения не центральной нервной системы, а эндокринной нервной системе? Ведь нужно давать периодизацию, чтобы не утомить эндокринную нервную систему. Если мы будем каждую неделю делать это, мы очень быстро истощим эндокринную систему, нет? А это можно на следующий класс, в будущем. Да? Хорошо. Ну ладно, Степан. Огромное спасибо, что ты нашёл время пообщаться с нами. Я знаю, что ты очень занятый человек, тренер, преподаватель. Моя мнение было такой. Очень уважаю. Возможно, будет здесь с вами. Ваш клуб очень хороший. Я сегодня разговариваю с директором программы профессора Бердман и Бинкли, тоже пауэрлифтер. Серьёзно? Да. Они уже были там по штукам, они не могли говорить сколько, потому что они только на английском разговаривают. И вот. И поэтому люди, которые не знают, которые в России историки, очень хорошие сегодня говорили час назад говорили. И наша идея сделать это в будущем и больше, чтобы люди поняли. Я думаю, мы с тобой, благодаря тебе, мы будем работать с твоим университетом на пользу друг другу. Это короче связь, и наши ученики вы планируете на фьюдшип, которые идти там в гости и снимаем и люди будут довольны. Поэтому пока мы будем разговаривать об гостях в будущем. О гликолитических? О гликолитических, да. В следующий раз говорим об окислительности. Медленно. О медленных. А потом говорим об периодизации. Отлично. Вот периодизация эта тема, которая волнует меня очень сильно. Я считаю, что она очень важна для людей. Очень важна. Очень важна. И еще момент, чтобы мы завершили, чтобы вы учили. Поняли, по композиции, как мы сказали, тоже этот слайд хочу показать. Когда говорим об биопсии, чисто биопсии, это через АТФ АЗА. АТФ АЗА. АТФ АЗА. Это фермент. И тогда по биопсии можно посмотреть. быстро либо медленно. Но затем очень важно, это только Силенов говорит об этом. Суксинада дегидрогеназа. Это фермент для митохондри. А это означает промежуточный отрестительный болезнь болезнь. Это через спермент суксинад дегидрогеназа. Это означает, если мышцы не тренируются, и даже этот можно даже для всех. Наверное, это уже действительно разные исчезли. Ты нормально работал, а потом ты ударил и попал в касте в больницу. В гипс. В больницу. Кисть, как сказать? Гипс, гипс. Гипс. Вот, вот, поставили гипс. А генетика не меняла. Человек тоже самый, правильно? Да. А что случилось после того, что гипс убирал? Ну, мышцы немножечко атрофировались, митохондрии исчезли. И вот, если человек начинает двигаться, допустим, если ноги в голове, человек начинает двигаться и сразу задыхается. А почему устается? Потому что митохондрии, они исчезли. Исчезли. Это означает, что мышцы постоянно нагрузку не давать? Потерять свои функции. Это означает, генетика тоже самое, мышцы имеют проценты однако, но затем мышцы потеряются. Поэтому недоходы важны в этом смысле. Это означает. И тоже слайд там можно посмотреть. будет. Но ты скинешь слайды и я людям их покажу, попробую вставить в видео. Да, можно даже с боком или люди хотят, мы могли не отправлять. Это хорош, это очень научно. И конечно будем сделать больше. Будем делать надеюсь, что у тебя будет время. Хорошо, спасибо большое за то, что нашел время. И я хочу просто сказать что у меня два correspondента в России. Люди могут зайти fit.sambo.ru Это fit.sambo.ru моего хорошего друга Павел Пашкин, чемпион в самбо. Очень хороший тренер работает в нашей методе. И пишем книгу вместе. И Виталий Рубаков, ученик селуянов. И сайт селуянов, где я буду на семинаре. Там хороший друг. Я Артем тоже занимается клуб. Есть новый клуб. Я забыл как название клуб. Но очень хорош в Москву только открыли. Ну ты скинешь мне, я в описании к видео вставлю. Все, чтобы люди видели. И мы целая команда. Спасибо большое Стефан от меня и наших подписчиков. Твой русский просто замечательный. Мне бы так говорить по английскому. Затем я уже 10 лет живу в Америки надо практиковать. Поэтому мне очень удовольствие поговорить. Значит тебе нужно будет учить меня английскому. Увидимся завтра в тренажерном зале. Спасибо большое. Пока. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство и нас в группе уже 344 человека и ни одного недовольного. В группе отдельно парни и отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг Фак Фитнес. Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok